Давайте все дозволенности Платовую запутанность Все дозволенности, давайте разберемся Что это? Деньги нужны нам для вседозволенностей Скажите Мы говорим все что хотим Вседозволенность, да? Мы дозволяем А вы сейчас и вообще без денег не можете себе ничего позволить Рада же сможем позволить себе А что еще можете позволить? Писать, да, вот этого конечно не хватит Надо будет там 500 таких листов Что мы можем себе сейчас позволить даже без денег? Так вы это же не позволяете без денег? А вы еще хотите деньги, чтобы что-то там позволить А вы только осознайте, сколько вы можете позволить даже без них А вы этот ресурс не используете Не, а я вот заработаю только так Да, попробую с полиделика пойти худее Дозволите Или вот я выйду замуж и позволю себе наслаждаться жизнью А вот я возьму там Это наверное скорее всего дозволенность из мечты большего Какой-то максимальной мечты А если вы творец? Куда мечтать еще больше, если есть все? Там есть и слово какое-то получается, абсолютно А ограниченность она где присутствует? Когда ты, ну да, там И не позволяем мы себе по каким причинам? Ну шаблончики наши, да? Мы тогда разбираем все дозволенность Что я себе не позволяю, да? А почему у меня такое мнение на это мнение? А почему я не могу себе позволить? А почему я не могу пойти себе купить квартиру? А я вообще спросила, зачем мне квартира? И что я буду вообще испытывать, когда я зайду в эту квартиру? И что там еще? А мне вообще нужна квартира? Да, мужик, у меня квартира У меня вон что надо Она мне не нужна? Достаточно тебя запомнила А раз и у меня квартира теперь Хотя бы позволить себе наблюдать, а интересно Мы даже не позволяем себе, да? А интересно понаблюдать А как сейчас произойдет то, что вот я хочу там радость получить Интересно, а вот как сейчас? Мой зовут произойдет в моей жизни такой, что я, блин, радость буду А что я сейчас не радость? Радость Ну а, все, я радость Уже произошло То есть как только мы на это внимание обратили, оно произошло Я хочу, чтобы порадоваться? Интересно Понаблюдаю И тут же вопрос, а вот я сейчас наблюдаю, ничего не радостно? Радостно? Ты радуешься? Радуешься Зачем ждать, чтобы что-то произошло, если ты не радуешься? Точно Ну, у меня есть Любое чувство так Давайте все дозволенность и противоположность, ограниченность или что? Да, ограниченность Трансформируем, просто потренируемся по трансформациям В новое, третье, общая, в медаль, две стороны видим, все дозволенность и ограниченность Ну, ограниченность мы уже трансформировались сегодня Мы себя телом ограничили Но это очень похоже на вот эти вот жазни Свобода и несвобода Да Вы уже так трансформировались, вам уже даже не понятно, что такое вседозволенность и запрет У меня запрет, понимаете, умирать вообще У меня запрет думать о позиции жертвы Очень классный инструмент запрета, просто как вы его используете Каждое слово этот инструмент как молоток Я постоянно запрету на пример Хотите головным разбейте кому-нибудь, хотите булочки прибейте То есть он не плохой, не хороший, да, как вы его используете Можно запретить себе хренью страдать вот Хотя хрень страдает, это тоже классно, радует Почему? Смотря как страдать, да, как это При страданиях хренью использовать Так же и позволить себе вседозволенно умереть В разных способах Вы тоже, да, как вы инструментом этим пользуетесь Можете каждое слово подогнать под инструмент Это один вид трансформации Можете комбо использовать, а можете трансформировать в новое целое Две противоположности Как хотите То есть вы можете свои инструменты придумать Что можно делать со словами Я знаю, что слова можно еще просто рассоздавать Развинчивая миф Вот этого вашего надумывания Вокруг этого слова Что происходит Ну вот сейчас вы себе позволяете слушать Вы заявляете свою волю, чтобы слушать Оно у вас автоматом У вас автоматом идет вседозволенность того, что вы хотите В моменте здесь и сейчас Вы можете мечтать не ограничить Вы боги и воля ваша Вседозволенность у вас есть всегда Вообще всегда А как одновременно Вседозволенность в запрете? Как запретить себе Вседозволенность в запрете? Я полностью себе позволила все запретить Моя воля на то Запрещаю себе Все запретить И быть тоже И быть тоже Это Это Запрет Запрет на вседозволенность Как Да Ну это Вседозволенность Не все можно Соответственно противоположность Не нельзя Мы делим Ограничиваем Если Если я себе сам разрешу Что мне можно А что не Что мне нельзя Что мне не можно Вседозволен Ставить себе запрет Или не ставить Вседозволенность Вседозволенность И отсутствие запретов Это одно и то же Потому что это все равно Я творец И все исходит от меня А как однопременно И запрет Летер Ну запретить себе вседозволенность Это в таком ключе τον Я запрещаю себе вседозволенность этим методом А вот этим я себе разрешаю Все А как наоборот перевернуть? что является одновременно и запретом я написала себе сама конституцию захочу отменю, захочу вообще смысл конституции это закон, свод законов о свободах человека которые разрешают и запрещают у меня вседозвольность писать запрет, чтобы в них играть запрещено по коридору играть неинтересно я вообще не понимаю, о чем вы говорите нам нужно найти новое это одно и то же это понятно, а приоритет одно и то же как одновременно является что-то и запретом, и вседозвольностью я творец, я себе запрещаю я себе все разрешаю соответственно, этого нет я конечная инстанция то есть я этим руковожу и все запреты, и вся вседозвольность исходят от меня этого нет а я это и есть я сама у себя большое расширение я есть вседозвольность я есть ограничения я есть все моя воля все и оно сразу схлопает потому что этого нет давайте стабильно что-то не отворится если вы видите здесь и сейчас и я еще он просто схлопывает так это вообще точка, которая хакает все мы же уже это объяснили она просто все хакает и когда ты в этой точке сидишь у тебя просто ну как это ну как как только ты с ней выкладываешься тебе надо что-то стабильное я стабильно в своей нестабильности у меня прям стабильный нашел нестабильное вот это прям я сразу вам трансформировала чтобы быть стабильным в нестабильности нужны мне деньги? нет я могу купить свою нестабильную стабильность? нет все понятно комфорт что такое комфорт? комфорт я съемок кучу всяких вещей в доме мягко, светло, уютно и тепло тебе сейчас мягко, светло, уютно и тепло? ну нормально хорошо но не комфортно да, ну и совсем ну хорошо тебе сейчас комфортно я поехала на остров турбоостров проект это как последний герой только жесткий они живут отдельно ну там операторы снимают и они потом играют в игры Там очень комфортные условия, ну не такие комфортные, как дом. Я пошла на турбоостров, где нас испытывали на грани жизни и смерти. Ты куда лезешь? Как мне там было портно? Я 11 дней была без интернета, без еды, 3 дня без воды, на уколах, с температурой под 50-40. Мне было так плохо, мы там чуть не утонули. Мы спали под дождем несколько дней, у нас не было ни зубной пасты, ничего вообще. И мы боролись за один банан, чтобы потом на 10 человек попилить один банан на всех, понимаете? Мне так было комфортно, вы просто не представляете это чувство. Это не дом с мягким светом в постели, комфорт это чувство. И это ощущение что вызывает? А как туда попасть? Куда? Ну, этот проект был просто, но он на ютубе есть. Хотели каналы какие-то выкупить, но что-то так и не показали. Вот три сезона было. Это что, с турбоостров так называется? Турбоостров, да. Посмотрите, есть три разных вида. Там был плот, который мы за 30 минут сделали, ну, четыре палки, да, и бутылочки там навязали. Наша команда. Ну, мы доплыли до середины, а у другой на середине плот развалился, там все утонуло. И, короче, кто-то в открытом океане действовал. Начался шторм, эвакуировали эти лодки. Ну, если бы кто-то ушел под воду, ну, эти катера, которые вокруг, там, спасатели, они были очень далеко, не спасли бы никого. Там вообще просто, ну, проект был, реально, который, ну, ты взял ответственность на себя, что ты мог умереть там каждый момент. А под землей, когда нас закопали в могиле, я первая попросилась, потому что после этого заплыва я пришла, вот так вот колотила, холодно, дождь ледяной там, да, покрыти меня первую, я хочу согреться, потому что ни костра, ничего нет, мы приклыли на Новый остров, у нас нету ни спичек, вообще ничего, одежда мокрая насквозь. Ночь, холодная, хочется пить, есть и так далее, нам дали кокос, я говорю, уложите меня в эту могилу, меня закопали в могилу, я, короче, там лежала, это было самое комфортное лежание в маке с днем. Знаете, какая осознанная игра, игра в игре, да, и когда создаешь игру в игре, уже не так тебе, я же играю, да, ну, хотя, и даже из игры в игре в игре можно залезать, когда, ой, мы все равно могли умереть. Да, кстати, крутое сознание, я знала, что это игра, хотя она была небезопасной. А мы вам сейчас рассказываем, что это тоже игра в игре. Ну, то есть, вот она, игра в игре, вы расширяете игру в жопе, когда вы будете даже на вокзале ночевать, как я решила, на вокзале ночевать в Италии, потому что не могла бы ехать, ну, ни в одну гостишку, и в итоге, и так получилось, что еще в самую лучшую люксовую бы я там жила, бесплатно, так получилось, случайно. Когда я сказала, влетай, кофе, мне комфортно и на вокзале. Потому что, внутри, что было внутри? Какое состояние было внутри? Типа, комфорт. У человека комфорт есть. Ты меня сразу писала. Как он может не проявиться вовне, если у нее это есть? Оно здесь есть. Независимо ни от чего. Если вам не какого-то. Вы отключаетесь от этой внешней картинки, блин, у меня тут недавно такое сознание было, по поводу живописи, да, я поняла, что когда мы закрываем глаза, даже как только мы абстрагируемся от этой внешней картинки, мы здесь чего угодно сразу найдем. Просто закрыт глаза. Попробуйте. Я просто офигела. Я не помню, где я была, что-то я там меня там накрывала. Внешняя картинка, это вот эта действительность, да, вот внешняя. А нам надо, да, нам это надо наплодить вот здесь внутри. Глаза вовнутрь. Да, 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 глаза вовнутрь. Закрываем, да, глаза. И я там, и у меня пошла такая череда этих ощущений, то есть я на все, там сразу автоматом в себе все находится. Потому что мы отключаем вот эту иллюзию. Мы иллюзию схлопываем, мы вот эту матрицу, вот эту голографичную картинку, блин, автоматом зашуриваем. Тянули всех. Да, 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 да. И туда пошли. Пошли туда. Ну так легче. Мы не хотим смотреть на то, что свалим, поэтому очки... Мы слишком обуславливаемся с внешним, что внутренне смотрим. Так же, слух, так же, все-все-все, и горло наше. У тебя закрыл глаза, почувствуй себя комфортно, вспомнишь, что такое в теле комфортно. Да. Осознавай, что ты вот эту иллюзию схлопнула себя. Да, да, осознавай, что ты... Тебе сейчас проявляется это, потому что здесь. Да, и ты один на один творец со своим внутренним состоянием. И тут уже нет ни оценки, ничего, потому что оценка, вот она, вот эта оценка, она вот эту, она шамкает вот эту действительность, и вот эти, получается, искажения, вот здесь неприятно, здесь неприятно. Схлопнули вот эту иллюзию, и побыли немножко в себе, осознав себя творством, и выходим в это состояние сразу. Мы же знаем, что... Девчонки, мы вышли с одной стороны твоё кино, в другой стороне твоё кино сбоку стой на крючение. Да, да. И дверь на компьютере написана на себя. Ты когда в этом состоянии, ты начинаешь в состоянии человека. Ты начинаешь видеть. Вы понимаете, что видеть, это... Ну, как слово видеть, вообще глубоко можно осознавать. Это волшебство. Это видеть, это прямо видеть, ну вот ощутить эту глубину этого видеть, какое оно это видеть на самом-то деле, и как оно, и где это видение-то на самом-то деле. Я иду вывески, читаю всегда. Да, они всем ним говорят, ну там, что делают, что чувствуют. Комфорт можно купить на самом-то деле? Да нет. Да нет. Вы можете снять... Снять... Я не чувствовала такого комфорта. Хотя там вообще всё капец. Вообще не чувствовала комфорта. Там всё внутри. Да, внутри. Ну, как только я даже узнала, что... И так классно туда ходить, там такие залежи сокровища ходить. Там всё есть, самое главное. Давайте уверенность-неуверенность. Комфорт вам понятен, да? Уверенность-неуверенность. А уверенность... Ну, это что такое вообще? Ну, вот это вера вообще. Вера. Вера ваша. Ну, вера ваша. А что такое вера? Точка зрения. Чья? Безопытная. Взяли на веру. Своё же знание, но не про чувствование. Это вера. Вера. Уверенность... А опытом здесь и сейчас. В каждый миг рождается новый опыт. Я уверена в своей неуверенности. Потому что я всё время помогу. Уверена в своей неуверенности. И точно так же я неуверена в своей неуверенности. Мы каждый новый миг создали новый опыт. Можно уверенность скупить за деньги? Веду. Да ладно. Вы же написали, что за деньги надо. Понты! Я знаю всех понторезов, у которых нет денег. У кого есть деньги, они вообще не понтуют. Ты чё вообще-то? В чё ты понты? А каким ты себя ощущаешь, когда ты на понтах? Уверена! 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 Ты такой всенозволенный, свободный. Радостный. Свободный. Так а чё вы ещё не на понтах-то? Я не поняла. Фанты для чего? Это же тоже значимость накидывания. Да я на понтах тут на встрече пришёл. Пришли, потом домой рассказали. А значимость это же открытость? Я так классно вы прикидываете. Да, и понты лишь для чего? Для чего получается? Да, для чего? Что мы хотим почувствовать себя? Значимыми. А значимыми для кого себя можем почувствовать? Для себя. Для себя. А значимыми когда мы становимся? Когда внимание? Ну да. И тогда мы чувствуем себя? Просто понты это во мне? Ну да. Ждёшь отражение изменений. А вы представляете, вот эту драгоценность внутри носите? Сокровище внутри. И дети. И вы с этим полноете. Не проявляем. Вот это понты. Представляете, что вы там вносите в себе? Сокровище. Вот это значит. Понты это ощущение. Его можно купить за деньги? Ну, у многих вот, кому я знаю, понтарезов нет денег. А понты это на самом деле вот эта недостаточность, которую мы через что-то себя наполняем. И наполняем. А это опять идёт у нас в количественное. Убираются в цифру. А здесь это всё. Это уже ограничение. И здесь никогда нет ни конца, ни края. Никакого предела. То есть понтовые понты. Понтовые понты. Я сейчас татуя пошла. Понтовые понты. Да. Понты добирают вот это внешнее. А эти пазлы-то как бы, ну понимаете, да? Это же внутреннее ощущение целостности вот это. И вот начинаешь. Прикиньте, человек идёт, понтуется, да? А все остальные-то видят, что он беспонтовый понтарез, да? Да. И он говорит, да он понтуется, зная заранее, что у него ни хрена-то нету. Люди, которые понтуются, у которых есть они понтуются, они даже не подумают, что они понтуются. Они просто крутые. Они просто не понтуются. А те, кто понтуется, да, ой, он понтарез. Это недостаток. Это видят в нём его недостаток. Блин, я вообще сейчас просто... Зачем вам недостаток, извините, покупать, ребят? Да. Ну, собственно, мы с этого и начали. Достаток и недостаток. Опять же, внутреннее ощущение. Достаток и недостаток. Надо ли тебе покупать недостаток в понтах? Ну, здесь даже больше не про понты. Здесь какая-то типа значимость. Ну вот, дальше идёт. Крутизна. 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 Ну, перед ним, волнение, ни для кого вообще ситуация. Я чувствую себя крутым. Я перелезла, но мы не предстоит. Мы же самым предназначенным за счёт других, что тебе будут говорить, вот какой классный. Мы опять ждём, чтобы поговорить, что не кисть, но ты сам к себе обращаешься. Как вы думаете, понты и крутят, это хорошо? Да хорошо. Это офигенно. А знаете, почему? Ну, это надо сейчас подумать, почему. Это понятно, что приводить там хорошо. Они разные, но просто вообще хорошо оба. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. Как только мы увидели в себе понты и крутят. Значит, у нас чего-то не хватает. Мы сразу увидели, чего нам не хватает. А мы можем понты увидеть внизу, если мы её чувствуем, да? То есть, это же ощущение, это наше ощущение, когда мы смотрим во внешнюю картинку и она понтуется. Значит, что? Ну, значит, во мне не хватает. Значит, у меня недостаток. Да, да. Крутой, блин, ага. Это яхта. Это яхта. У меня уже так. Ощущение пантовства крутизны. Да, да, да. Это ощущение недостатка, и если мы его почувствовали, оно в нас. Оля, крутая изнанка? Крут изна. Крут изна? Крут изна? Крут изна? Изна. Да, да. Изнутри. Крут изна? О-о-о-о. Крут изна. Субтитры создавал DimaTorzok